ПРАВИЛА РАСХОЖДЕНИЯ С МОРСКИМИ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫМИ СУДАМИ 1. ОГНИ И ЗНАКИ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ СУДОВ Дноуглубительное судно, работающее на канале или фарватере, а также в других местах на пути следования судов, на все время проведения долглубительных работ, когда оно ограничено в возможности маневрировать, выставляет огни и знаки, предписанные правилом 27Б МППСС. И, если существует препятствие для прохода другого судна, то дополнительно выставляет огни и знаки, расположенные по вертикали. 1. От захода до восхода солнца 2 зеленых круговых огня, а днем 2 ромба, для указания стороны, с которой может пройти другое судно. 2. От захода до восхода солнца 2 красных круговых огня, а днем 2 шара, для указания стороны, на которой существует препятствие. Огни должны быть видимыми на расстоянии не менее 3 миль. 3. Если безопасный проход судов мимо работающего дноуглубительного судна вообще невозможен, то на дноуглубительном судне на обоих бортах должны быть подняты расположенные по вертикали огни и знаки от захода до восхода солнца 2 красных круговых огня, а днем 2 черных шара. 4. Дноуглубительное судно, производящее дноуглубительные работы при ограниченной видимости, подает сигналы в соответствии с правилом 35.G МППСС для судов, стоящих на якоре, а для предупреждения приближающихся судов о своем местонахождении и о возможности столкновения, дополнительно подает 3 последовательных звука с виском, а именно 1 короткий, 1 продолжительный и 1 короткий. 2. Порядок расхождения судов с дноуглубительным снарядом. Зрительные сигналы для определения стороны прохода, поднимаемые дноуглубительным судном, не означают, что проход судов около дноуглубительного судна свободен, а указывают только, что углубительное судно предполагает пропустить суда с того или иного борта. При подходе к работающему дноуглубительному судну на расстоянии 5 кабельтовых судно с механическим двигателем должно иметь самую малую скорость, при которой судно не теряет управляемости, и дать один продолжительный звуковой сигнал запроса возможности прохода. С дноуглубительного судна, услышав продолжительный звуковой сигнал с подходящего судна, должны подтвердить сторону свободного прохода или занятости его звуковыми сигналами. 1 продолжительный звук. Идите вправо по ходу. 2 продолжительных звука. Идите влево по ходу. 3 продолжительных звука. Проход закрыт. Остановитесь. Судно, получив с дноуглубительного судна ответный звуковой сигнал, подтверждающий зрительные сигналы, в зависимости от его назначения, либо проходит мимо дноуглубительного судна на самой малой скорости, держась от него на возможно большем расстоянии, либо ожидает освобождения прохода. Если дноуглубительное судно не дает ответного звукового сигнала, то судну следует считать, что проход закрыт с обеих сторон и в соответствии с этим ожидать освобождения прохода. Воспрещается судам, проходя мимо дноуглубительных судов, обгонять друг друга, а также расходиться друг с другом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok